У нас дебаты в гостях Оксана Ехимович, лидер системного анализа Тинькофф Инвестиций и Павел Криворучко, темлит Тинькофф Эдс и лидер системного анализа Тинькофф Выгоды. Дебаты будут на тему стандартизации в документации, нужны ли стандарты, не нужны ли они, вредные, полезные советы какие-то. Какой формат, шесть раундов, вопросы после от аудитории, но между раундами ребята смогут друг другу какие-то импровизированные вопросы задать. В общем, начинаем. Давайте, участники, пусть представят позиции свои, а вы сами догадаетесь, кто за что топит. Начинает у нас Оксана. Всем привет. Давайте представим, что наша документация — это не набор описания от задач, а наша документация — это система хранения знаний. Тогда у нашей системы хранения знаний появятся потребители. Внутренний и внешний. То есть внутренний потребитель — это команда разработки, которая что-то разрабатывает по этой документации. И внешний потребитель — это все люди извне, которые по каким-либо причинам начинают эту документацию читать. То есть для внешнего потребителя чтение документации разных команд — это такая большая, нетривиальная работа, если она написана по-разному. То есть нужно разбираться в структуре, пытаться понять, где что написано, должно ли это быть там написано, или у команды какие-то минималистичные описания. В такой системе, если у нас появится общий шаблон для документов, то внешний потребитель сможет читать документацию разных команд как единое целое. Будет понимать структуру, будет понимать, где искать ответы на свои вопросы и меньше обращаться с вопросами их команды. То есть нам как аналитикам будет гораздо проще работать, если у потребителя документации возникает меньше вопросов. То есть если мы посмотрим на внутреннего потребителя документов, то есть на команду, казалось бы, какая разница, в моей команде документы написаны как в соседней команде или по-другому. Но на самом деле разница есть, если мы посмотрим на компанию как на единое целое. То есть у нас сотрудники могут не только работать в одной команде, но и ротироваться, переходить в какие-то новые команды. И тогда вопрос того, что у нас документация написана одинаково с соседней командой, она упрощает переход сотрудника. То есть ему нужно меньше разбираться, проще понимать, как работает функционал. Это прекрасно, но есть нюанс. Даже если мы говорим о компании как о монолитной истории, это история про то, что у тебя есть разные внешние потребители, которые обладают разными компетенциями. Представь, у тебя пришла соседняя команда, которая с тобой работает постоянно. Она знает все о твоем бизнес-домене, тебе все легко, хорошо. С другой стороны, есть какой-нибудь продукт, который вообще хочет понять, а что делает система и как. Если мы начинаем говорить о том, что у нас единый стандарт документации на всех наших внешних клиентов, мы по сути начинаем оптимизировать под двоечников, где двоечники это не какие-то плохие люди, а просто люди, которые вообще ничего не знают. В результате у нас документация раздувается, становится для любого чиха похожей на очень подробную гостовую доку. И в результате через нее продираться становится сложно, даже если она качественно написана. И мне кажется, это путь в никуда. Это путь в бесконечное написание текста. С другой стороны, абсолютно верная проблема, что читать чужой текст сложно. Но, на мой взгляд, здесь дело не в шаблоне, а дело в том, что, к сожалению, многие люди, в том числе даже профессионалы, просто, к сожалению, не умеют хорошо писать, потому что их этому не учат ни в школе, ни в универе. И, на мой взгляд, инвестиции в четкость и непротиворечивость написания нехудожественного текста важнее, чем какая-то структура и шаблон. Хорошо написанный нехудожественный текст, по Зинсеру, как писать хорошо, по Ильясу, кому угодно, на мой взгляд, намного больше принесет пользы, чем плохо и некачественно написанный документ по шаблону. Спасибо. Предлагаю Паше попробовать раскрыть роль профессии системного аналитика в написании документации. Собственно, ядро моей позиции стоит в том, что я воспринимаю системного аналитика не как человек, который пишет документацию. Я воспринимаю системного аналитика как инженера, у которого есть такие три больших ключевых области. Это эксперт по требованиям, эксперт по моделированию систем и эксперт по проектированию систем. Таким образом, навыки написания шаблонов, они к какой-то степени затрагивают первую область и глобально не затрагивают вторую и третью. И получается, что в отрыве от реальных потребностей команды, получается, что аналитик занимается чем-то сильно не тем, и путь никуда. Аналитик — это часть инженерной команды, это неотъемлемая часть инженерной команды. А человек, который пишет документацию, это что-то другое. Например, есть реальный кейс, допустим, у Тинькова есть open API. Это open API, направленный на широкий круг потребителей. Там есть стандартизированная документация от разных команд. И это нормально, но, на мой взгляд, эту документацию вообще не должен писать системный аналитик. Это история про технического писателя. Это нормально, это важная, ценная профессия, которая обладает другими навыками, чем ИСА, и не надо их смешивать. То есть у нас может быть системный аналитик в команде, и у нас может быть технический писатель сбоку. В этом я противоречий не вижу. Но, пожалуйста, не заставляйте ИСА писать все одинаково просто так. Я согласна с тем, что ценность системного аналитика не в том, чтобы красиво писать документы. Ценность системного аналитика в том, чтобы проектировать, моделировать, в том, что понимать требования, находить корнер-кейсы. Но когда мы говорим о том, что каждый раз в каждой задаче системному аналитику нужно не просто выполнить свою основную задачу, но еще и продумать, как изложить этот текст правильно, чтобы его все поняли, чтобы его структурировать, то получается, что мы накладываем какую-то дополнительную работу на аналитика. Если же мы говорим, что давайте у нас будет технический писатель писать все красиво, а системный аналитик просто будет писать как-нибудь, то, по сути, мы на ровном месте порождаем новый ресурс, который нам нужен в каждой задаче. Спасибо за рекламу OpenApp, моей команды. Тут хотелось бы еще отметить, что в Тинькове есть отдельная профессия технических писателей. Она молодая, ей, наверное, годика полтора, 15 человек сейчас на всю компанию, все время количество растет, и не надо их путать с редакторами. Все, что вы видите на пользовательских сайтах, вот эти вот в личном кабинете, какие-то огромные простыни текста на tinkov.ru – это редакторы, это не технические писатели. Технические писатели, они в конкретных кейсах, во многом на внутренних платформах, вот там, где нужны какие-то серьезные такие описания вдумчивые, там они работают. Говоря про инженерку, нельзя не вспомнить, что у нас вообще-то из двух слов состоит профессия, и есть системы какие-то. Наверное, можно взглянуть на документацию как на систему, пусть Оксана попробует это раскрыть. Да, Оксана попробует раскрыть. Смотрите, мысль в том, что когда у нас есть команда, в которой сильные разработчики, сильные куа-инженеры, сильная аналитика, все вовлечены в построение продукта, то есть глубоко понимают предметную область, понимают, как работает система сейчас, то возникает риск не писать документацию или писать какие-то минималистичные требования, потому что команде и так очень многое понятно. И в такой системе мы приходим к тому через несколько лет, что наши сильные сотрудники, они уникальны, то есть не дай бог такой сотрудник уволится, как же мы найдем ему замену, как же эта замена будет дальше вовлекаться в продукт. То есть когда мы отпускаем и говорим, ребята, пишите, как хотите, то по сути у нас появляются риски, что через несколько лет мы придем к тому, что нам нужно будет узнавать с нуля, как же работает наш продукт. Когда мы каждой команде даем какой-то набор требований, говорим, что вот это минимально возможный способ введения документации, то по сути мы строим систему на года. Нам дальше будет легче разделить наш продукт, донять новых сотрудников, заменить текущих сотрудников. То есть использование шаблона документа, использование одного шаблона документа на нескольких команда, оно дает возможность построить такую систему на года. Это звучит прекрасно, но я не помню точную цитату, но у Стругацких была классная история, я думаю, из последних их романов, что очень хорошая система, она, к сожалению, на практике неосуществимая. Я вот пессимист, и я не верю в то, что крупной системе с подходом, что мы сначала что-то разработали, потом написали документацию, или сначала написали документацию, разработали, скорректировали, это, в принципе, может 3-4-5 лет непрерывно хорошо работать. Всегда там системная аналитика идет в отпуск, там кто-то заболеет, кто-то допустит ошибки, которые будут упущены. И, на мой взгляд, если документация создается отдельно от программного кода, она всегда будет отставать, что бы мы ни пытались сделать. Это вот история про, там, ахиллес никогда не догонит черепаху. Тут то же самое. Но при этом хорошая история, что поведение системы должно быть документировано. Просто мне кажется, что когда мы пишем документацию вот так вот сбоку, мы смотрим на мир не с той стороны. Сейчас уже есть много проектов, какие-то вещи мы используем постоянно по генерации документации с кода. Самый тривиальный пример — это OpenApiSpec и Swagger. То есть есть подход, когда мы сначала пишем OpenApiSpec, есть подход, когда они генерируются или гибридные. Но это можно расширять. На последнем ArcDaisy ребята рассказывали, как они генерируют диаграмму связанности сервисов из конфигов Кубера. На каких-то еще конференциях, на каких-то статьях рассказывают, как информация о том, какая там Kafka используется, и кэши используются, тоже генерируют из кода. У нас там внутри Тинькова тоже есть несколько разработок про это. Сейчас у нас есть истории про ChatGPT и аналоги, в том числе локальные внутри организации, которых данные никуда не утекают, которые позволяют системе прочесть код и сгенерировать какое-то описание. Вот на мой взгляд, если вы хотите, чтобы ваша документация была актуальна, не надо писать тонны документации. Надо исследовать тулинг, чтобы тулинг вам генерировал из любого исходного кода, из любого коммита вам генерировало описание поведения системы. Дальше вы максимум рецидент. В идеальном мире вы тюните эти тулзы так, что они просто работают. В этом случае аналитика — это инженер по созданию систем, которые обеспечивают автодокументацию системы. И вот этот подход, мне кажется, более реалистичным и позволяет делать воспроизводимую документацию и улучшать ее даже задним числом. У нас третий раунд из шести закончился. Предлагаю участникам по свободному вопросу друг другу задать. Начинай, Паша, к Оксане. Собственно, у меня вопрос к Оксане очень базовый. Оксана, ты рассказала классный вариант, когда у тебя есть большая построенная на годы система и при этом к ней есть полная документация. Вот насколько много раз в жизни ты реально видела такую систему? Немного. Нет, но она есть, она реально существует. Возможно, вы даже ей пользовались. Это приложение Тинькофф Инвестиция. Мобильное приложение, его делают 10 команд, то есть это разрозненные 10 команд, но при этом нам удается писать в одном шаблоне. И когда ставят задачи на мобильное приложение, сначала пишут документацию, а потом делают задачи. Ой, круто. Ответный вопрос. Паша, ты затронул тему генерации документации из кода. Ну, по сути, классная, удобная штука, но у нас получается документация с требованиями SIS. Оцени, пожалуйста, через сколько лет мы будем получать с помощью какого-то тулинга документацию с требованиями 2B. Я не уверен, что это понадобится. Про это говорят с 2000 года, еще времена там вот эти вот rational unified process, и параллельно с этим была история по то, что будут какие-то системы, которые там генерируют требования. Мне кажется, что это не то, на чем мы сейчас фокусируемся, но те подходы, которые позволяют из кода сгенерировать описание, по сути, в какой-то степени позволяют и обратной истории. То есть что-то, что из описания требований сгенерирует какие-то типовые схемы и какие-то типовые API, ну, в принципе, уже есть сейчас, этим уже можно пользоваться. Просто если для документации после это может выдавать реально полностью готовую доку, то для документации до это скорее система уменьшения количества работы аналитика, то есть система, скорее, поддержки принятия решений. То есть там аналитик не рецензент, а опытный редактор. Вот так. И мне кажется, года через два, через три аналитики останутся, но они смогут уменьшить количество рутиной серии. Не руками ямлики писать, а им ямлик сгенерируется, какие-нибудь там тесты сгенерируются, и они перепроверят, что эти тесты соответствуют исходным бизнес-требованиям. Вот как-то так. Система с системами, но мы не в матрице пока живем, поэтому люди важнее, чем системы, и по факту люди решают. Паша, может быть, ты видишь какие-нибудь проблемы взаимодействия людей через шаблоны? Собственно, да. И мне кажется, произошел очень большой фундаментальный сдвиг, буквально там последние, ну, от трех до пяти лет, в зависимости от того, на какую организацию мы смотрим. Я не уверен, что могу себе позволить оценивать этот сдвиг позитивно или негативно, но ощущение, что, не знаю, поднимите руки, кто слышал термин Team Topologies. Воу, мощно. Вот, я вижу одну руку, и на ней наш маркер. Но, возможно, вы слышали другие термины, которые называются фича команды или что-то подобное. Тема в том, что раньше обычно были там аналитики, над ним главный аналитик, разработчики, над ним главный разработчик, другие разработчики, еще один главный разработчик. Один аналитик писал спеку, другой аналитик ее ревьюил. Все было классно. Но этот шаблон выполнял ту же самую роль, что линтеры для разработчиков, например. Но сейчас как будто бы тренд в другую сторону. Формируются маленькие команды, где пар разработчиков одного типа, пар разработчиков другого типа, пар тестировщиков и в среднем одна штука системного аналитика. И что получается? Работу этого системного аналитика не ревьюют другие системные аналитики. Его ревьюют и потребляют разработчики QA. И это означает, что опираться на какой-то стандарт документации смысла не имеет. Важно, чтобы то, что написал аналитик, было полезно, понятно и удобно восприятие конкретно этой команде, конкретно этим QA, конкретно этим разработчикам. И, на мой взгляд, из-за этого мы уходим от толстых формализованных требований к тому, чтобы было четко понятно. Вот. Как-то так. Стоит задуматься, что когда у нас аналитик живет в такой команде, где он изолирован от других аналитиков, то возникают сложности с развитием. То есть некому ему подсказать, как бы он мог лучше поступить с точки зрения своей профессии. То есть разработчики и QA-инженеры, они могут воспринимать работу аналитика, что что-то написал, мы что-то сделали, работает, значит, хорошо. То есть они могут, в принципе, никогда не видеть других аналитиков и не понимать, а как бы мог еще лучше их аналитик работать. И с этой точки зрения важно аналитику иметь старшего товарища по профессии, который бы помогал находить какие-то упущенные требования, давать советы, как лучше организовать систему работы вокруг себя, как лучше вести ту же документацию. И здесь получается у нас большая важность ревью задач аналитиков друг к другу, чтобы иметь возможность все-таки проверять качество работы, давать обратную связь. И если мы посмотрим на ведение документации и ревью документации не с целью просто формально проверить какие-то правила и какими буквами написан текст, но еще и с целью дать какие-то полезные, по сути, рекомендации, то тогда у нас возрастет ценность нашего единого шаблона. То есть он позволит ментору аналитика быстрее проводить ревью, быстрее разбираться с документацией и быстрее подсвечивать проблемы. Я думаю, ты, Оксан, можешь рассказать как-то поглубже про позитивный пользовательский опыт в использовании шаблонов документации. Поделись, пожалуйста, здесь. То есть когда мы говорим о позитивном опыте, мы имеем в виду, что при создании шаблона на несколько команд нам придется сесть аналитиками из разных команд и обменяться опытом. То есть наш шаблон будет создан не на основании опыта только одной команды, а по разным случаям и прецедентам из других команд. То есть нам придется договориться о том, что достаточно для того, чтобы зафиксировать требования, как их лучше структурировать, что избыточно. То есть изначально для создания шаблона мы должны будем обменяться опытом. То есть это один такой позитивный момент. Дальше, чтобы наш шаблон оставался живым и люди его использовали, нам нужно подумать о том, а как нам жить аналитиками и иметь какую-то систему для его изменения. То есть у меня что-то изменилось в мире, у меня появился какой-то новый тип объекта, который нужно описывать, я не понимаю как, то есть нужно иметь институт, в который прийти и сказать, ребята, давайте шаблон поменяем, давайте шаблон доработаем. То есть это такой непрерывный процесс обмена опытом с одной стороны. С другой стороны, если у нас появится команда, то есть как Паша упомянул, двоечников, которые никто не понимает документы, разработчикам надо каждую букву описывать, и аналитик из такой команды придет с предложением, а давайте писать более детально, то его сотоварищи могут все-таки ему рассказать, что давай попробуем обучить разработку ЭКУА к тому, как это читать и как это писать, а не детализировать требования до бесконечности. То есть шаблон работает в обе стороны. Он с одной стороны помогает описывать документацию с теми требованиями, которые нам нужны, с другой стороны он позволяет не заниматься формализмом и не описывать каждую букву, если она не нужна. В последнем раунде предлагаю накинуть вот каких-то заключительных идей, кто и как в итоге должен вести документацию. Я думаю, у Паши есть некоторые агрессивные мысли. Да, но перед этим я отвечу Оксане, что Оксана очень красиво описала, почему мы не будем оптимизироваться на двоечников, но у меня ощущение, что этот аргумент не будет иметь полную силу. Действительно, если команда, например, откровенно слабая разработчик, там сильный аналитик или просто там все достаточно слабые, там новые наймы, допустим, какие-то незнакомые домены, все плавают. Да, мы сможем избежать какого-то резкого усложнения, но обычно это происходит не так. Это происходит медленное-медленное сползание. Сегодня у нас 10 разделов, потом ой, добавим 11, потом ой, добавим 12. Это же всегда добавить проще, чем убавить, потому что за то, чтобы добавить вроде бы все, за все хорошее против всего плохого. А вот чтобы убавить, надо договориться, надо убедиться, чтобы мы никому не сломаем процесс, не ухудшим качество и так далее. У меня ощущение, что медленно мы все равно сползем в подробные шаблоны. И как этого избегали другие профессии? Мне очень нравится, как в SRE-блоке пишет Google про SRE. Казалось бы, там та же самая история, что как можно накосячить в инфраструктуре и эксплуатации. Да миллион способов. Давайте напишем, типа, миллион пунктов, которые надо проверить. Что они сделали вместо этого? Они сделали чек-листы на уровне рекомендации и дали право каждой команде их дополнять и убавлять. И, соответственно, аналог этих чек-листов для работы SRE это там доры, доды или что-то похожее. То есть мы не говорим, в каком виде должны быть написаны требования, но мы говорим, каким требованиям к требованиям они должны соответствовать. И вот этот чек-лист команда берет как рекомендацию от профессии, но сама по своим необходимостям уменьшает или увеличивает. Уменьшает, качество падает, лид команды поймет, что надо возвращать. Слишком раздуто, слишком стали тяжелые процессы, на ретро поймут, сократят обратно. И вот подход с редактированными чек-листами, мне кажется, чутка более перспективным, чем шаблонизация. Он как будто бы меньше подвержен вот этому вот скатыванию все более и более подробную документацию, которую я, на свой взгляд, наблюдаю у нас даже внутри некоторых местах. И, собственно говоря, набросив под конец, прям такой, в режиме наброса, в чем идея? Что мы очень любим говорить о том, что дерево требований делает аналитик и описывает поведение системы аналитик. И здесь вопрос. Обычно у нас в более-менее взрослой системе какое-то новое требование, это не абсолютно новая фича, а зачастую какая-то модификация. Что получается? У нас есть задача на разработку первой версии фичи, задача на доработку, задача на работу, задача на доработку. Ни одна из этих задач полное поведение системы не описывает. Но, с другой стороны, что мы можем сделать? Когда мы делаем даже доработку, у нас дорабатываются тесты. И вот уже упоминали в прошлых докладах практику 3-амиго. Соответственно, у нас есть какие-то критерии приемки, которые потом превращаются в дерево тест-кейсов. Автоматизировано или не автоматизировано, не так важно. И почему бы не думать о том, что именно дерево тест-кейсов хорошо правильно написанное и является целевым описанием поведения системы, если мы не можем автоматизировать. И тогда зона ответственности за описание поведения вообще ложится на КОА, а САА как раз обеспечивает качественное моделирование и проектирование и не отвечает за исчерпывающее поведение системы. Вот как вариант я предлагаю подумать еще о таком подходе. В этом варианте системный аналитик, он по сути приносит команде требования, обсуждает их с бизнесом, а дальше уже команда занимается вопросами проработки, вопросами каких-то деталей, требований. И фактически в этой системе очень велик риск, что наш системный аналитик, он превратится в такого технического менеджера команды, который разговаривает с бизнесом, вроде бы все понимает, но на нем не лежит уже ответственность за проектирование, за то, как у нас детально работает система. И когда мы переносим экспертизу знаний с аналитика на КОА-инженеры, то тогда вообще встает вопрос, а зачем нам нужен тогда такой системный аналитик? Вечные экзистенциальные вопросы. Нужен для меня, да. Ну, у нас был финальный раунд, да. Можете задать друг другу по вопросику, от Паши начнем. А, окей. Смотри, ты часто упоминала в прошлых моментах, что там, если это не делать, аналитик не растет. А каким образом обеспечивать рост софт-скиллов разработчиков, других и команды разработки, если софт-скиллы упираются тоже в то, в знания бизнеса, взаимодействие с бизнесом. Если у нас такой выросший системный аналитик, который закрывает все, и разработчику не нужно расти. Как сбалансировать рост в этом случае? В хорошей команде, где все мотивированы на результат, всегда есть возможность для роста. То есть, как минимум, у нас аналитик умеет уходить в отпуск, быть очень занятым. И, то есть, фактически у нас есть в таких командах проблема бас-фактора аналитика. То есть, и ты спрашиваешь, а как расти разработчику, проявлять себя, когда аналитик занят? То есть, тогда мы получаем, что у нас команда хорошо работает для бизнеса, то есть, люди взаимозаменяемые, у нас не встают задачи от того, что аналитик что-то не успел, то есть, вся команда вовлечена в процесс. То есть, то, что аналитик пишет документацию, не значит, что у всех остальных лапки, они не могут, не умеют читать и писать. Ответный вопрос. Сейчас представим себе, что у нас уже есть система, в которой построена вся документация с шаблонизацией. То есть, мы понимаем, что по сути построение документации по шаблону — это большой и трудоемкий процесс. И представь себе, что вот это идеальный мир, и система уже есть. А какие минусы в такой системе ты видишь? Я вижу в том, что для того, чтобы разработать любую функцию, придется все сложнее и сложнее мерить импакт. То есть, в чем идея? Что у нас обычно услуга для клиента, какой-то экран, какая-то сущность системы — это сильно разные вещи. И хорошая, интересная, прорывная услуга захватывает, или я типа 10 экранов, пяток бизнес-процессов. И получается, что тебе на то, чтобы описать фичу, может, по вот этому фиксированному большому детальному шаблону, уйдет ресурс чуть ли не больше, чем ее разработать. И в итоге у тебя один системный аналитик на одного разработчика, и тебе бизнес спросит, а нафига у вас двое? Ну и, собственно говоря, это скатывается либо в то, что фичи становятся меньше, и страшно становится делать большие фичи, либо скатывается в то, что вы работаете медленнее, чем любая маленькая организация. Маленькая организация, что там? Собственник пришел, разработчику сказал, пояснил на пальцах, вот туда-сюда, фиговая, и все, сделали. А тут типа, ну тут аналитику надо 3 недели поработать, а еще бездануфа. Ну у вас. Вот, вот я вижу в этом риск. Спасибо. У нас сейчас будет подытоживание по минутке, как это обычно принято в дебатах, потом будут вопросы из зала, и мы еще дадим вам квиз небольшой, там всего два варианта, за или против шаблонизации, там появится сзади QR, все дела. В общем, давайте, итоги от Оксаны, какой может вы вот сделала, может мнение свое поменяла или как-то так? Я не могу сказать, что я поменяла свое мнение, но дебаты с Пашей помогают понять, что нет абсолютной правды, то есть нужно понимать, из каких целей мы исходим, какую мы строим систему, какие у нас будут команды. То есть если мы говорим, что у нас будут команды суперсильных специалистов, которым мы можем дать свободу, то я бы сказала, что да, наверное, возможно, лучше будет Пашин подход. Если мы строим большую систему на века, то есть у нас уже не какой-то MVP от MVP, мы уже протестировали идею и поняли, что мы хотим развивать продукт, который будет там в следующие 10 лет нам приносить прибыль, и мы хотим, чтобы он работал надежно. Мы хотим, чтобы он рос, и еще мы готовы брать сотрудников вчерашних джунов, позавчерашних джунов. Тогда бы я сказала, что давайте, ребята, строить монументально, давайте вести хорошую документацию, давайте ее строить по шаблонам, и давайте пойдем вот этим путем. Паша? Да. Мне кажется, что многие недооценивают степень дизрапшена, которая сейчас происходит даже в больших системах, которые раньше казались монументальными. Мне кажется, что этот режим постоянно меняющихся бизнес-требований это то, с чем нам надо жить даже в крупных продуктах, то есть таких, как у Оксаны, например, да, тоже такие, как мобильный банк. То есть у нас постоянно должно произойти много-много-много маленьких точечных изменений. Если нам по каким-то причинам настолько много команд, что надо хоть как-то стандартизировать, возможно, подход к шаблонам нас в какой-то степени спасет. Но в этом случае я бы все равно старался хотя бы не писать его руками, а написать что-то типа силай какой-то тулзы, возможно, силами аналитиков или разработчиков по заданию аналитиков, чтобы мы как-то по-простому заполняли опросник, а потом этот шаблончик нам генерировался, но не писал руками. Но опять же, если у нас есть статичные системы, которые бывают, пример импортозамещения, куда-нибудь, где законодательство не сильно часто меняется у регулятора, как будто бы да, как будто бы логично, чем статичнее и монументальнее одновременно система, тем логичнее, что у нас все четенько структурировано, и мы, наверное, ничего не потеряем, потому что у нас не будет избыточных трудозатрат на поддержку даже сложной документации. Правда? Ну, а я для себя выводов особо не сделал. Истинно где-то посередине всегда стоит придерживаться системного подхода, критического мышления. К любой задаче, в том числе к задаче стандартизации документации, можно подойти, как к обычной рабочей задаче, там поузнавать что-то у заказчика, узнать, как в реальной жизни, поизучать лучшие практики, спросить у чата GPT, спросить у старших коллег и сделать какие-то выводы. И все на этом. То есть это простая, ну, не совсем простая, но задача системного аналитика в том числе. Спасибо. Я, наверное, напомню, то, что системных аналитиков у нас 900+, и все, что вы сегодня услышали, не то, чтобы везде по всей компании так распространяется, везде по-разному. Я заметил одну линию, то, что легкие процессы, это да, тут каждый про это сказал, то, что особой бюрократии, там какой-то душки особо нету. В остальном это неизбежно, то, что разные подходы, так как мы очень гибкая компания. Также упоминались держатели профессии, это наши специалисты, которые там, ну, главные люди, это отдельно не какая-то должность специальная, это люди по совместительству занимают такую позицию, аттестуют, о, обратный отсчет пошел, аттестуют на повышение системного аналитиков, там решают какие-то вопросики, составляют матрицу компетенции общекорпоративную. Ну, на 900 сотрудников у нас где-то около 40 держателей. И, кстати, сегодня почти все, кто выступал, это держатели. Вот, так уж получилось. Оксана, 62%. Поздравляем, да, все. И второй опрос у нас должен быть, да, на этом точно можно вас отпускать, все, мы, дебаты закончены. Спасибо еще раз. Спасибо, что пришли послушать. Спасибо. 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 Продолжение следует...